Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетом или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем устраивать погромы в игре под названием Democracy on Fire. Надеюсь, игра вам понравилась, потому что мне она понравилась очень. Мне удалось пройти прошлую миссию, которую я не мог пройти в прошлой серии. Я заработал немного деньжат, получил две новые карты. Первая — это горящие покрышки, а вторая — это правозащитный фонд. За каждый разгромленный отряд протестующих вам начисляется гуманитарная помощь. Короче, я смогу экономить. И это реально здорово. Также было бы неплохо прокачать моих погромщиков. Моя основная боевая сила, но прокачка, блин, стоит уже целых 900 рублей. Чё ж так дорого? Ну, ладно, я хотя бы смог немножечко поднять хп. Что ж, следующий город у нас Сьюдат-Атун. Председатель городского суда сеньора Маскардон на дух не переносит оппозицию. Устройте акцию протеста под окнами здания суда. Звучит жестко, мы сможем таким образом прервать суд. Мы победили, капитан Бальбоа с позором уволили из полиции. Даже вмешательство влиятельного папочки не помогло. Говорят, Бальбоа теперь работает коллектором, долги выбивает. Ну да ладно, вот тебе новая задача. Сегодня утром к нам в штаб пришли три старых революционера. Они скандировали «Долой режим» во время трех предыдущих революций и просят принять их, потому что они больше ничего не умеют. Проверим их в деле. Пусть они покричат и спровоцируют беспорядки, а затем ты их возглавишь. Хм, я люблю возглавлять. Только будь осторожнее, председатель городского суда сеньора Маскардон, а она оппозицию на дух не переносит. Если кого-то из наших задержат и заведут уголовное дело, уж поверь, наказание будет максимально жестким. Но мы не позволим кого-либо задержать. Правда, черт возьми, нифига себе, они здесь баррикад настроили. У них водяные пушки, у них дробовики. Жесть, жесть, жесть. И вот-вот начнется вторжение. Еще и пальма дурацкая мешает. А нет, не мешает. Ну и начну я битву, конечно же, с организацией защиты. Такс, ну и построим все же несколько отрядов, чтобы хоть как-то мы немножечко могли сдержать противника натиск. Потом я уже буду строить дополнительные катапульты. Ну и, разумеется, хочется использовать вот эту штуку, как... Ага. Штука используется только... Офигеть. Недолго она работает, и только на маленький участок. Но первые баррикады мы смогли пробить. Вражеские водяные пушки практически ничего нам не могут сделать, и наши погромщики стали максимально сильными. Даже бойцы со щитами их особо не продамажили. Это здорово. Так, смотрите, я смогу сейчас просто пробиться по центральной линии, и меня уже будет не остановить. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это жестко, да. Думаю, этого отряда хватит, чтобы миссию пройти. Ну, а я, в свою очередь, продолжу защищать верхние позиции, потому что оппозиция... Оппозиция не спит. Можно еще несколько... Блин, зачем я не туда поставил отряд? Хотел послать еще сверху, но да ладно. Такс, надо поставить вот этих парней, обычных хипарей, чтобы они служили живым щитом. Их не жалко мне, а как бы баллисты мои, катапульты, баллисты, не баллисты, катапульты, очень-очень жалко. Такс, ну что, мы прорвались или нет? Жесть, мои все отряды расстреляли. Их же здесь было максимально много. Как их могли расстрелять? Офигеть. Блин. А обычные хипари ничего не могут сделать. Да, видимо, это связано с большим количеством дробовиков у противника. Что ж, сдаваться я не намерен. Будем продолжать посылать протестующих в бой на смерть. Правда, они не погибают, а их, наверное, просто задерживают, да? Такс, я использовал эту штуку или нет вообще? Давай. А, у меня их несколько. Шесть штук было на целый уровень. Неплохо. Я вроде бы использую, но я не вижу никакого эффекта. Хотя нет, вижу эффект. У меня денег реально много. Такс, поставлю еще несколько оборонительных штуковин. И теперь можно прорывать. Прорывать, прорывать. Оборону противника по центру, надеюсь, я прорву. И все будет хорошо. Такс, можно поставить несколько хипарей. Тоже... Ай, нет. Хипарей я пошлю снизу. И давайте потестим, наверное, вот эти вот горящие покрышки. Они, по идее, должны наносить урон врагам, когда враг подходит к ним. Да, я вот поставил. И действительно враг обжигается. Но черт возьми, появился парень с дробовиком. И я не могу сейчас послать в бой своих бойцов. Потому что, блин... Когда враг подходит близко ко мне, я не могу за его спину послать протестующих. Это на самом деле логично. Но, блин, это очень неприятно. Такс, и нужно снова использовать свои бонусы на дополнительные деньги. Я почему-то этим делом пренебрегаю. И из-за этого потерял очень много денег. Такс, куда? Во, сюда вроде бы. Нифига не видно. Вы же видите зеленый круг и... Черт, это неудобно. Это реально неудобно. И почему-то водяные пушки стали гораздо жестче, чем раньше. Первые водяные пушки падали буквально с нескольких ударов. А сейчас, ну, все изменилось. Но денег реально удалось сэкономить. Жаль, что больше этого бонуса нету. Потому что... Ну, много-много денег дает бонус. Такс, ну что? Может снизу прорвемся? Да, наверное, столы... Аааа, все. Все, друзья, мы ворвались в здание суда практически. Буквально пройдет еще несколько моих бойцов. И битва будет выиграна. Ага, придется ставить сюда врагов, говорю. Воинов моих! Мойнов моих смелых и храбрых! Которые полностью отдаются интересам революции. Ну, и голос демократии. Сьюдат Атун единодушно поднимается против режима. Жители города Сьюдат Атун успешно выдержали натиск сил полицейских. А, ну, короче, понятно. Полицейские бежали. Я потерял 17 протестующих. Но это не очень много. Потому что у меня появляются новые бойцы. Бойцы по имени Метатели. Вау! Это именно вот эти чуваки, которые были нарисованы вот здесь. Да, вы видели. Будут они бросать, скорее всего, коктейли Молотова. Ну, а следующий город у нас Сера Орпи. Чиновники усложняют порядок приема обращений граждан. Устройте акцию протеста против произвола бюрократов. Хорошо, где мои новые бойцы? Ой-ой-ой-ой-ой. А че я не могу их использовать? Ладно, берем покрышки. Поставим их. Видимо, одновременно можно использовать только 5 бойцов. Метатели. Иногда камень в сторону полиции тоже можно считать формой подачи гражданского иска. Блин, они будут бросать... Они будут бросать камни, а не коктейли Молотова. Хотел их улучшить, но лучше улучшить этих парней. У них будет больше хп, у них будет больше атаки. А если я прокачаю метателей, и у них появится лишь дополнительное здоровье? Оно им особо не нужно, потому что они бойцы дальнего боя. Ладно, начинаем. Мы стали на шаг ближе к победе революции. Судья Маскардон в ярости. Оппозиция контролирует ее город, а она даже не может никого посадить. Есть лишь одна проблема. Сеньора Маскардон имеет большой политический вес. И не только политический, да и способна поддергать за ниточки в правительстве. Именно это она и сделала. И вот результат. Чиновники меняют порядок приема обращений граждан. Теперь, раз рассмотрение жалоб, связанных с нарушением прав и свобод, производится по схеме ускоренный отказ с последующим игнорированием. Ах ты, мерзкая судья Маскардон. Мы сейчас тебе надерем твою задницу судейскую. Мы должны устроить акцию протеста против произвола бюрократов. Хорошо, погнали. Акция протеста. В этом я кое-чё понимаю здесь. Офигеть, мне очень много денег вначале дали. И это пипец как здорово. Я смогу сразу выстроить двойную линию обороны. И у меня останется ещё уйма денег для атаки. Так, поставим обычных бойцов, потом за ними метатели. Обычные бойцы, за ними метатели. Обычные бойцы и за ними метатели. Офигеть, с поддержкой моих катапульт метатели превращаются просто в непобедимую силу. И этот уровень, скорее всего, будет пройден очень быстро. А куда у меня делась карта поддержки, которая давала мне дополнительные бабосы? Что-то непонятно. Блин, а чё мои бойцы? Мои бойцы не могут пройти? Через метателей? Жесть. Ладно, бойцы. Окей. Ну, да, да, да. Центральная линия, наверное, нет. Самая... Нет, подожди. Или не самая сложная центральная линия? Нет, не самая сложная, потому что в центре тоже была водяная пушка. Короче, мы её разрушили и теперь она стала самой лёгкой. Будем прорываться, скорее всего, по центру. Но я хочу сделать стройную линию обороны. Чтоб вообще, вообще, у врага не было ни единого шанса. Посмотрите, как враги падают, когда пытаются подойти к моим защитным укреплениям. Баррикадами, конечно, назвать их сложно, но защитными укреплениями назвать их можно и даже нужно. Правда, некоторые мои катапульты начинают падать. Блин, нужны протестующие. А, нифига, что это такое? Эй, что это за хрен такой вылез? Офигеть. Нет, ну это слишком жёстко и уровень просран, потому что... Они используют гранатомёт против протестующих, это же не честно. Офигеть. Если бы я знал, что у них появится такое вооружение, я бы не использовал защитные укрепления. Они становятся абсолютно полностью бесполезными. Ладно, будем вторгаться с помощью обычных протестующих с дубинами. Просто настроим их очень много и прорвём оборону противника, прежде чем противник вызовет своего гранатомётчика. Просто ставим их реально очень много на все деньги. И это может мне помочь. Давайте даже несколько этих поставим, но они, конечно, бесполезные. Короче, посмотрите, какую толпу мы построили. Сносит эта толпа просто всё на своём пути. Водомётные пушки пытаются что-то сделать, но... Ой, блин, у меня опять всего перебили, да? Но ничего у них не получается. Или получается... Надо больше слать обычных хипарей. Жесть, этот уровень будет сложный, блин, реально. Всё, мою банду просто разгромили. Когда я использовал пушки, результат был, если честно, получше. Давайте переиграем. Так, заново. Я буду строить и метателей, и погромщиков. Окей, 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 окей. Погромщики, метатели. Хиппи, метатели. Надо было погромщиков строить. Ну ладно, погромщики, метатели. Давай, стройситесь, метатели же. Такс, ещё. Вот сюда. До метателей просто водяные пушки не достают, а водяные пушки, по всей видимости, бьют сразу по большой толпе, и поэтому получаются проблемы в связи с этим. Такс, ну, пока неплохо, друзья. Пока вроде бы стоим, нас не прорывают. Правда, сверху могут прорвать. Но и мы. О, нет, смотрите-ка, все водяные пушки уже уничтожены. Ха-ха, реально тактика рабочая-то. Хорошо, что будет сейчас. Вот именно с... А, мы уже пробьёмся. Пробьёмся, прорвёмся, друзья. Давайте не будем останавливаться, просто пробьёмся и снимем всё ХП врагу. Да! Да-да-да. Успели. Ловко, шустро, быстро. До появления гранатомётчика. Это было слишком сложно. Сомнений нет. Очередная победа революции. Здорово. Новых бойцов мне, конечно же, сейчас не дадут. Лас Ленгуас. Проведите демонстрацию в поддержку лидера объединённой оппозиции. Способностей нету. Прокачать я тоже вряд ли что-то могу. Ну, давайте прокачаем их немного хотя бы. О, даже два раза можно прокачать. ХП увеличится тоже неплохо. Потому что следующая прокачка даст нам как раз-таки и дэмэдж, который мне так необходим. Ну чё, погнали в бой? Погнали, друзья, в бой. Невероятно! Власти испугались и отменили бюрократические нововведения. Наши активисты уже пользуются этим и отправляют тысячи писем во все министерства, чтобы парализовать их работу. Судья Маскардон выглядит расстроенной и даже немного похудевшей. А мы с тобой отправляемся в город Лас Ленгуас. Лидер объединённой оппозиции вчера заявил, что выборы будут нелегитимны, если его не допустят до них, и нечестны, если он их не выиграет. Мы должны провести демонстрацию в поддержку этого честного и смелого человека. Ха-ха-ха! Они гранатомёты установили, мать их! Они установили чёртовы гранатомёты, серьёзно, что ли? Ладно, мы их, думаю, пробьём, потому что, скорее всего, мои метатели камней будут бросать камни дальше, чем стреляют миномёты. Не знаю точно, но... Надеюсь, Т-кс. Всех подряд строю, просто всех подряд. В надежде на победу. Да, смотрите-ка! А нет, мы вражеский гранатомёт не уничтожили. Чёртов... А, нихрена, что они делают? Это очень жёстко. Как их побеждать? Чё-то я не знаю. Слишком сильные у них пушки. Они сразу бьют по толпе. Я думал, они будут бить по толпе только в тех случаях, когда будут стоять баррикады мои. Но они даже обычных людей просто-напросто взрывают. Как с ними бороться, совершенно непонятно. Не знаю, количеством... О, убили одного! Неужели? Отбили атаку, друзья. Дальше будет лучше. Ну и деньги у меня закончились. Да, водомётные пушки пошли, но они не достают сейчас до меня. Что, несомненно, очень радует. Ха! Лучше всего строить только дальников, блин, потому что... Да, я буду строить, если сейчас проиграю исключительно дальников. Тогда, возможно, у нас шансы на победу появятся. Офигеть! Уже три чувака таких идёт. Не, ну тут я не выиграю. Они всё, прорвались. Денег у меня нету. Надо проходить заново пытаться. Сложно или строить их по чуть-чуть, а не сразу большими количествами, чтобы они не сталпливались. Потому что если они сталпливаются, получается. Вы сами видели, что получается. Надо держать их подальше друг от друга. При возможности не получается. Ладно, баррикады сломаны. Но сейчас выйдут гранатомётчики. Деньги оставлю, короче, на борьбу с гранатомётчиками. Иначе это будет беда. О, одного закидали просто быстро. Отлично. Ну, дальше, конечно, проблемы появляются. Не скапливайтесь, чуваки. Ну, ничего вы скапливаетесь. Ну, это же ошибка ваша. Ладно. И самое печальное, что они дамажат не только тех, кто находится на их линии, но и тех, кто находится на линиях соседних. И это сильно неприятно. Ну, вроде бы прорываемся. Вроде бы шансы на победу ещё есть. Деньги скапливаю. Людей не группирую. О, прошли. Слушайте, прошли. Но тут начинается реально настоящий ад. Но буду использовать хиппорей в качестве пушечного мяса, иначе я не знаю даже и как можно пройти. Пока копятся деньги, постепенно, потихонечку, полигонечку, может, и отобьёмся. Вряд ли, конечно, сомневаюсь я. Эти бойцы очень больно делают. Здесь их двое целых. Я их, конечно, тоже сильно дамажу, но... А, я же поставил чуваков сюда. Но это совсем не то, чего бы мне хотелось. Ладно, попытаемся. Попытаемся хотя бы снизу отбить. О, камни полетели, а одного убили. Замечательно. Здесь будем сдерживаться с помощью хиппорей. И здесь, и здесь. Блин, у них ещё и броня такая жёсткая. Вообще не знаю, что с ними делать. Очень, 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 очень неприятный враг. Я бы сказал, безумно неприятный враг. Ну и шансов пока победить у меня маловато. Мы практически прорвали их, но... Слушайте, есть один мысля. Как можно этот уровень пройти? Сейчас я попробую свой план реализовать. Да, начинаем. Я просто пущу большинство людей по одной из линий. И тогда мы сможем легко прорваться. Основная моя масса бойцов будет находиться сверху. По центру и снизу я просто буду как-то сдерживаться, пытаться. А вот сверху будем прорывать оборону, пока не появились миномётчики. Тогда шансы, в общем-то, имеются у нас на победу. Вот сколько врагов... Ой, бойцов я запустил. Ну а тут я буду строить в самый последний момент. Чтобы не подставить под удар моих метателей. И тогда, в общем-то, может быть, мы и победим. Да! Да, друзья! Хитростью, хитростью за 20 секунд мы за 29 победили в этом уровне. Всё оказалось гораздо проще. Но я думаю, на этом можно остановиться. Продолжим мы с вами в следующий раз. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи, всем пока. Будьте счастливы.